Всем привет! Меня зовут Настя Клеевер и хочу сказать вам огромное спасибо за все комментарии, которые вы оставляете под моими видео. И на некоторые из них я сегодня бы хотела ответить, потому что эти комментарии не только как Настя, ну ты молодец, и Настя, вот здесь было что-то не то, но и много вопросов. Кстати, очень много вопросов на тему того, пользуюсь ли я тем, что я сама сделала. То есть вот у меня на айфоне чехол, который я до сих пор ношу, который я сделала. И вот у футболчика, кстати, очень многие спрашивали, как бы стерлась ли краска или нет, то вот после нескольких стирок еще как бы футболка целая. Татьяна Иванова пишет, волшебное видео, а где купила такой клеп-пистолет и перышки? Мне в магазине рукоделия сказали, что перышки запрещено продавать. Я не знаю, почему стало резко запрещено продавать перышки из-за птичин гриппа, но я покупала свои перышки в Леонардо. Там вот такой вот большой пакет стоил примерно 150 рублей вроде. В Букоезе я недавно была, там были перышки. То есть, ну, не знаю, какая-то странная проблема. Мария Щеколенко пишет, почему все выкладывают видео, где есть какая-то специальная бумага и где нужны распечатки, а если нет возможности распечатать? На самом деле, открою, может быть, великую тайну, свой принтер, который у меня был, я сломала где-то год назад. И печатаю я сейчас в, как это называется, вот таких магазинах, где ты приносишь флешку и говоришь, мне нужно распечатать это, это и это, и они тебе печатают. Во всех вот таких вот печатных центрах есть распечатка в цвете и ЧВ, поэтому я печатаю и так, и так. То есть, ну, если к меру у вас, вы живете где-то вообще в деревне и таких центров нет, то, знаете, все искусство скрамбукинга пошло от того, что люди берут что-то ненужное, как-то это магическим образом делать красивым и клеят. То есть, негде распечатать? Нарисуй и напиши сама. Это, конечно, сложнее, но, да. Очень многие спрашивают, а именно Анна Ульянцева, где я купила баллончик, который делает эффекты грифельной доски. Баллончик от Крилон, Чакборл Пейнт, вроде бы, это правильно я сказала. Я купила в Кубе-центре Леонардо. Когда я его покупала, он стоил что-то наподобие 400 рублей. Сейчас из-за курса евро он, по-моему, стал в два раза дороже стоить. Но этот баллончик у меня уже, по-моему, год, а может быть и года два. То есть, я все им пользуюсь и до сих пор крашу, он до сих пор у меня практически целый, он какой-то нескончаемый. Но микс под видео оставила или оставила комментарий. У тебя так голос изменился за год. Очередно шикарное видео. Спасибо. Снежана Дудкина. Здравствуйте, Натя. Здравствуйте, Снежана. Расскажите, пожалуйста, что такое кисти губки, продаете ли они ее во многих магазинах, за сколько вы их купили. Очень интересно, спасибо. В магазинах я видела в Буквоеде и, опять же, в Леонардо. По стоимости, начиная от 12 рублей и вот выше, по-моему, самая дорогая, которую я покупала. Она прям такая большая. По-моему, за 78 я покупала ее, но сейчас все цены увеличились, поэтому я вот не знаю, сколько сейчас самая дорогая губка стоит. Рис этих губок в том, что если вы рисуете по трафарету и хотите, чтобы краска выезжала за трафарет, то губочкой промакиваете краской эту губку и вот так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ и все. И шикарно, и в этом плане она очень удобна. Она очень задает много таких вопросов, но именно Анна Варфоломеева спрашивает, сколько тебе лет. Вы знаете, мне такие вопросы приходят постоянно и в комментариях под видео, и в личном сообщении ВКонтакте. Хочу сказать, что возраст это всего лишь цифра в паспорте и не стоит на нее ориентироваться. Да, этим я себя успокаиваю, потому что у меня очень много лет. Я считаю, что это действительно большая цифра, но я чувствую себя на 15-16, веду себя как на 15-16, и вы знаете, поэтому, наверное, у меня проблемы в личной жизни. Ну вот и все на сегодня, надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, то пишите, буду снимать таких видео побольше. Но если вы хотите видеть таких видео побольше, то задавайте побольше вопросов, например, вот в комментариях внизу. Буду очень рада прочитать ваше мнение, ваши вопросы и снять следующее видео с ответом на них. Ммм, всего вам самого хорошего, делайте DIY, заходите в мою группу ВКонтакте и загружайте в альбом фотографии тех творений, что вы сделали по моим урокам, я всегда очень люблю их смотреть и лайкать. Ммм, всем удачи, всего вам хорошего и до встречи в следующих видео. Кстати, скоро будет конкурс, целых три победителя, ждите. И всего вам самого обиджа, хорошего, всем пока-пока, пока-пока. Опять, да что такое? Нет, я переснимать это не буду, чтобы вы видели, какой я лузер.